Разрушенные проклятия Стояние каждого из нас лично на предмет наличия в нашей жизни дьявольских проклятий. Вчера мы исследовали с вами тему, которая называлась «Симптомы проклятий». Мы увидели 13 главных признаков, которые открыты в Слове Божьем, для того, чтобы помочь человеку посмотреть реальности в глаза и поставить себе диагноз. И вот сегодня мы будем заниматься тем, что в медицине называется этиология, то есть причины происхождения вот этой беды, этого заболевания, проклятия. Сегодня тема наша называется «Оккультные источники проклятий». И я хочу озвучить вопросы, которые мы будем рассматривать сегодня. Что такое оккультизм? Какова тактика дьявола? Что приводит к проклятию? Какие действия открывают дверь для бесов? Какие мнимые услуги дьявола дают ему право приносить проклятие в жизнь человека? Окультизм – это термин, который, согласно новому словарю русского языка, означает следующее. Это общее название мистических учений, признающих существование в мире таинственных, сверхъестественных сил, недоступных научному познанию. Слово «оккультизм» происходит от латинского «оккультус», что значит «тайный». То есть, это определенного рода знание, которое реально существует, но его не особо готовы раскрывать нам с вами. Это определенные закономерности, которые в жизни людей действуют, но научным путем неопределимы. Окультные источники проклятий – это как раз-таки действия из этой оккультной сферы. Главный принцип, который мы с вами уже выяснили во время одного из предыдущих вечеров, заключается в следующем. Проклятие приходит вследствие чего? Вследствие контакта с дьяволом и бесами. И, коль скоро это так, и поскольку это так, сатана стремится расставить в нашем мире как можно больше тайных, оккультных ловушек, предлагая широкий ассортимент услуг, услуг в кавычках, пытаясь заполучить и обеспечить контакт с собою и с бесами своими, людей на земле для того, чтобы им потом пришлось за эти мнимые услуги платить. Цель сатаны в Священном Писании открыта очень ясно. С самого начала, когда он еще был денницей, люцифером, когда он был помазанным херувимом, его внутренние замыслы были таковы. Книга пророка Исаии, 14 глава, стихи 13 и 14. «А говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Цель сатаны заключается в том, чтобы встать на место Бога, стать подобным Всевышнему. И потому он стремится во что бы то ни стало, побудить людей, разумных существ во Вселенной, ему поклоняться как Богу и его назвать Всевышним выше всех. Сегодня мы рассмотрим с вами вначале тактику, которую дьявол использует для того, чтобы этой цели всеобщего ему поклонения достичь. В книге «Второзаконие» в 32 главе в стихах с 15 по 18 написано «И уточнел Израиль и стал упрям, уточнел, отолстел и разжирел. И оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего. Богами чуждыми они раздражили его и мерзостями разгневали его, приносили жертвы бесам, а не Богу. Богам, которых они не знали, новым, которые пришли от соседей, которых не помышляли отцы ваши, а заступника, родившего тебя, ты забыл. И не помнил Бога, создавшего тебя». Итак, в те моменты, когда народ Божий отступал от Господа и поклонялся языческим богам, пришедшим от соседей, на самом деле он поклонялся кому? Бесам. Священное Писание начинает открывать нам еще в Торе, еще в Пятикнижье Моисеевом, что поклонение разным языческим божествам есть по сути свои поклонение духовным личностям, бесам, ангелам, сатаны, злым духам. В книге Псалтирь, в 105 главе, в стихах с 34 по 39, на эту тему говорится так. «Не истребили народов, о которых сказал им Господь, но смешались с язычниками и научились делам их, и служили истуканам их, которые были для них сетью, и приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву бесам. Проливали кровь невинную, кровь сыновей своих и дочерей своих, которых приносили в жертву идолам ханаанским. И осквернилась земля кровью, и оскверняли себя делами своими, блудодействовали поступками своими». Вы видите, что такие слова, как «истуканы», «бесы» и «идолы» здесь описывают одно и то же явление. Поклонение в языческом контексте есть поклонение бесам. На эту тему в книге «Деяния апостолов» в 26 главе, в стихах 17 и 18 сказано так. «Избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий с освященными». Итак, в чем находятся язычники? Во тьме и во власти сатаны. Язычество есть форма служения сатаны, сатане, дьяволу, бесам. Именно так Люцифер, бывший помазанный херувим, ставший дьяволом и сатаной, достигает цели всеобщего поклонения Ему. Далее, в книге «Деяния апостолов» в 17 главе, в 18 стихе написано, «Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с Ним, и одни говорили, что хочет сказать этот суеслов, а другие, кажется, Он проповедует о чужих божествах, потому что Он благовествовал им Иисуса и Воскресенье». Итак, греки, слушая проповедь апостола Павла, когда Он благовествовал об Иисусе и Христе, говорят, кажется, Он проповедует о чужих божествах, то есть о божествах, которые были нетипичны для греков. И вот я хочу обратить ваше внимание на слово «божество». Когда мы обращаемся к оригиналу и древнегреческому языку, то там, где стоит слово «божество», в подлиннике мы находим греческое «даимонион», что переводится как «демон», «бес». Греки словом «даимонион», «бес» называли все божества. Термин «демон» в греческом языке, на котором написан Новый Завет, является техническим термином для обозначения именно ангелов Сатаны, именно бесов. Вот кто стоит у истоков язычества. «Желая достичь своей цели, занять место Бога, Сатана создал на земле язычество». В первом послании Коринфянам, в 10 главе, в стихах с 18 по 20 об этом сказано так. «Те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника?» Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь? Или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят кому? Бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Итак, язычество есть способ общения с бесами, способ вхождения в контакт с этими дьявольскими существами. И вот здесь нам нужно кое-что очень важное прояснить. В первом послании Коринфянам, в 8 главе, в 4 стихе написано, «Мы знаем, что идол в мире – ничто, и что нет иного Бога, кроме единого». Это с одной стороны. С другой стороны, мы только что прочитали, что при ношении жертв языческим богам, идолам, участие в трапезах языческих является формой вступления в общении с бесами. Итак, представляет ли собою нечто, идол, изделие из камня, металла, дерева и так далее? Нет. Само по себе изделие, оно представляет собой неживую материю. Однако за идолом, за амулетом, за изображением, за барельефом, за священным предметом в язычестве стоит реальная духовная личность бес. И потому, прикасаясь, вступая в контакт с любым языческим предметом, человек входит с бесами в общение. Мы с вами несколько раз называли термин «язычники язычества». Давайте посмотрим, каково словарное определение этого термина. Язычество, согласно энциклопедическому словарю «Всемирная история», это принятый в христианском богословии и частично в исторической литературе термин, обозначающий дохристианские и нехристианские религии. В более узком смысле язычества это политеистические религии. Политеизм – это много божие. В язычестве масса богов. Священное Писание говорит о едином Боге. Вот разница. В язычестве много личностей, которым можно поклоняться. Бесов у дьявола много. Язычество – это термин, который обозначает все иные религии, помимо той, которая открыта в Священном Писании в Библии. Итак, промежуточные выводы на сегодня. Язычество есть что? Поклонение сатане и бесам. Язычество, статистически говоря, это наиболее распространенная религия. Давайте посчитаем, сколько христиан в мире сегодня? Ответ – около двух миллиардов. Сколько мусульман в мире сегодня? Больше миллиарда, полтора миллиарда. Сколько всего населения на земле? Шесть с половиной миллиардов. И если даже признать, что все христианство свободно от язычества и что весь ислам свободен от язычества, то вы видите, какое огромное количество людей на земле, потому что все остальные, за исключением горстки атеистов, принадлежат какой-то религии, какое огромное количество людей на земле является по природе своей язычниками. Более того, в результате того, что язычество когда-то вообще было общим фоном существования всех народов, в результате этого культура и традиции всех народов содержат элементы оккультизма. Какой народ бы мы не взяли в его прошлом, в его истории, в его традициях есть элементы язычества, есть элементы служения бесам. Наши предки, значит, исповедовали какую-то форму язычества в каком-то поколении в прошлом. Это, к сожалению, верно даже и для избранного народа Божия. В книге Иисуса Навина в 24 главе во 2 стихе написано 24 глава 2 стих «И сказал Иисус всему народу «Так говорит Господь Бог Израилев за рекой жили отцы ваши издревле Фара отец Авраама и отец Снахора и служили иным богам». Даже израильский народ, который был ближе всего к Богу на протяжении столетий, он имел Бога вдохновенное слово, и он в прошлом и, к сожалению, на протяжении истории своего существования, как мы читали уже сегодня, часто становился по своей природе языческим. Потому нет ни одного народа на земле, который не имел бы этого страшного наследия, язычества, которое, по сути своей, есть поклонение сатане. Итак, достичь своей цели, всеобщего поклонения себе, дьявол, во-первых, стремится через язычество. Есть еще одна тактика, которая раскрыта в Священном Писании. Давайте прочитаем во втором послании Коринфянам в 11 главе стихи с 13 по 15. Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. А потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их. Порою люди с радостью делятся сногсшибательной вестью со своими друзьями. Мне явился светлый ангел, блестящая, величественная, славная духовная личность и сообщил такие откровения, которые я и в Библии никогда раньше не находил. Настолько они глубоки и обширны. Многие даже и не подозревают, что на самом деле, как говорит прочитанный нами отрывок, им явился кто? Дьявол. Сказано, сатана принимает вид ангела света, его служители принимают вид служителей правды, бесы могут маскироваться. Их тактика, помимо устройства организации язычества, заключается в том, чтобы маскироваться под служителей божьих, под божьих ангелов и под самого Бога. Чтобы люди, думая, что общаются со Всевышним, что имеют дело с добрым ангелом, на самом деле в это время входили в контакт с дьяволом и его ангелами. На эту тему во втором послании фессалоникийцам во второй главе в стихах третьем, четвертом и девятом в Священном Писании написано так. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, да коли не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынью, так что в храме Божием сядет он как Бог, выдавая себя за Бога, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силою и знамениями и чудесами ложными. Вот его главная цель встать на место Бога, в храме Божием воссесть и выдавать себя за Бога, хотя на самом деле это и действие сатаны. Вот в чем весь трагизм ситуации, многие люди с открытой душой идут в храм, надеясь там Господа встретить, а на самом деле сатане поклоняются. В Евангелии от Марка в пятой главе в первых восьми стихах описан очень важный для нашего исследования случай. «И пришли на другой берег моря в страну Годаринскую, и когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укоротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему». Итак, вот у нас первый сюрприз. Одержимый, тот, причем, в котором был легион бесов, порядка шести-семи тысяч бесов, он, увидев Иисуса Христа, что делает? Поклоняется ему. Существует ложное мнение о том, что одержимый человек никогда не будет участвовать в богослужениях, в богопоклонении и так далее. На самом деле, Священное Писание говорит о том, что это не только возможно, но это реально происходило. Скажите, знают ли бесы, кто есть кто во Вселенной? Конечно, если они видят перед собой своего Творца, своего Повелителя, поклониться ему, это дело естественно, в этом ничего удивительного нет. В том, что одержимый бесноватый поклоняется в религиозном контексте Господу, Иисусу Христу, как говорит Священное Писание, удивительного нет. Дальше, стихи седьмой и восьмой. И, вскричав, громким голосом сказал, что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего, заклинаю тебя Богом, не мучь меня. Ибо Иисус сказал ему, выйди, дух нечистый из сего человека. То есть, вот что получилось. Увидев Иисуса издалека, он пришел и вначале поклоняется ему. То есть, он что делает? Маскируется. Он создает вид, что все нормально, что он не противник Богу. Но, когда Иисус говорит ему, выйди, дух нечистый из сего человека, тогда он начинает кричать. Хочу обратить ваше внимание на последовательность. Он вскричал громким голосом, ибо, потому что, Иисус сказал ему, выйди. То есть, когда Иисус противостал бесам, тогда они начали проявлять ярость. Потому, второй очень важный момент здесь заключается в следующем. бесы используют Божье имя в своих целях. Иисусу Христу, Сыну Бога Всевышнего, бес говорит, заклинаю тебя Богом. Итак, бесы могут поклоняться Богу, бесы могут Божье имя использовать в своих целях. И эту правду нужно всем знать. Потому, что, к сожалению, существует ложное представление о том, что если это в церковном контексте происходит, если это в богослужебном контексте происходит, если это происходит при Богопоклонении, и если имя Божье используется, значит, гарантированно здесь никакой нечистой силы нет. Хорошо, если бы было так. Но Библия предостерегает, что дьявол маскируется. И потому, во имя Божье, он может осуществлять какие-то действия для того, чтобы люди поверили, что это Бог действует. А на самом деле поклонялись дьяволу. В этом контексте давайте посмотрим на седьмую главу Евангелия от Матфея, стихи с 21 по 23. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили. И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Давайте посмотрим на смысл этих стихов. вопрос, была ли у этих людей связь с Богом? Иисус Христос говорит, я тогда объявлю им, я никогда не знал вас. Не в том смысле, что имена их ему были неизвестны. Господь все ведущ. Речь идет о том, что между Богом и этими людьми не было отношений, не было связи, не Он посылал им силу, Он их не знал, они не были Его представителями. Это делал не Бог. Давайте посмотрим, что делал не Бог. Какова природа действий, которые здесь упомянуты? Во-первых, сказано, не от твоего ли имени мы пророчествовали. Сам Иисус Христос предостерегает нас следующим образом. Евангелие от Матфея, 24 глава, 11 стих, 24-11. «И многие лже-пророки восстанут и прельстят многих». Итак, этот феномен пророчества, который у них был, был каким? лже-пророчеством. То есть, они маскировались под пророков Божьих, от имени Иисуса Христа пророчествовали, на самом деле, это были лже-пророки. Следующее, что упомянуто, это чудеса. Какова же была природа чудес, творимых этими людьми во имя и от имени Иисуса Христа? 24 глава Евангелия от Матфея, 24 стих. «Ибо восстанут лже-христы и лже-пророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Скажите, в этом тексте говорится о пророках за пределами общества верующих или внутри, как вы думаете? Внутри. Если, допустим, христианину или верующему во Всевышнего согласно иудаизму, приходит кришнаит и говорит, «У меня есть для тебя весть от Бога Кришны». Какова вероятность успеха у такого соблазна? равняется практически нулю. Потому что верующий человек сразу отвергает кришнаизм и иные формы язычества как ложь, как обман, как дьявольщину. Потому лже-пророки, о которых речь здесь идет, это не лже-пророки извне, это лже-пророки изнутри. Значит, они христиане, значит, они верующие, значит, они пророчествуют от чего имени? От имени Иисуса Христа. Но они лже-пророки. Они от Бога не получают откровений. Коль скоро это так, коль скоро пророчество, о котором здесь идет речь, и чудеса, творимые от имени Иисуса Христа и в Его имя. По природе своей есть подделка, есть маскировка дьявола. То же самое верно касательно изгнания бесов. Это явление той же самой природы. Мы должны помнить, что по оценке самого Иисуса Христа у Него и этих чудотворцев ничего общего нет. Он через них, Бог через них не действовал. Самая большая трагедия потому заключается в том, что они Иисусу Христу говорят как Господи, Господи. То есть они на интеллектуальном уровне, что касается их мировоззрения, признают именно Иисуса Христа Господом, а не Заратустру, например, или кого-нибудь еще. Они говорят не от твоего ли имени, не твоим ли именем. То есть у этих людей, что касается внешних параметров, с богословием, с признанием Владыки, Господа, Иисуса Христа, все в порядке. Это люди верующие. Вот в чем весь трагизм, что в контексте общества верующих от Божьего имени, в том числе от имени Иисуса Христа, может действовать дьявол, могут действовать бесы. В Евангелии от Матфея в 12 главе в стихах 43 по 45 есть еще один очень важный отрывок, который нам необходимо с вами рассмотреть, говоря о тактике дьявола и бесов на земле. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя и не находит. Тогда говорит, возвращусь в дом мой, откуда я вышел, и придя находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой семь других духов, злейших себя, и войдя живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом. О чем говорит этот отрывок? Какие реалии он описывает? Вот распространенное толкование этих стихов. Бог изгоняет беса и очищает дом, то есть внутренний мир человека. Однако, если не бодрствовать и продолжать грешить, тогда бес берет семь злейших и приходит и поселяется человека вновь. Приходилось вам слышать такое истолкование? То есть, что вот это божье действие от беса человека освободило, но коль скоро он не сохранял высокий уровень нравственности, чистоты и так далее, в результате ему стало еще хуже, потому что семь злейших духов пришло. Давайте посмотрим на некоторые очень важные детали этого повествования, чтобы разобраться с природой происходящего. Во-первых, у нас есть фраза, что когда бес приходит повторно, он находит свой дом каким? Незанятым. Незанятым. Это первое, что сообщается. Что это может значить? О чем свидетельствует пустой дом? Давайте посмотрим на первое послание Коринфянам, 6 главу, 19 стих. Неужели не знаете, говорит апостол, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа? То есть, если этот человек верующий, то его дом занят, то в доме его, в нем Дух Святой живет. А тогда, коль скоро, речь идет о том, что бес, приходя, находит дом незанятым, что же тогда имело место? Пустой дом свидетельствует о том, что вот этот факт выхода беса на время из человека не был Божьим действием, потому что если бы Бог беса изгнал, то тогда бы Бог там остался. Либо один Дух в человеке живет, либо другой, то есть, либо Божий Дух Святой Дух живет, либо какой-то из Духов Дьявола живет. Комната, дом пустым не остается. А вот здесь перед нами ситуация, когда бес по какой-то причине на время вышел, но Дух Святой там не поселился, значит, это не Бог делал. Значит, вот это изгнание беса, это чьих-то других рук дела. Чье же это действие? Посмотрим на контекст. В 45-м стихе 12-й главы Евангелия от Матфея, когда вот рассказывается о том, что бес приходит, берет с собой семь злейших и потом вновь поселяется и живет там, Христос заканчивает вот эти слова такой фразой «Так будет и с этим злым родом». О ком он говорит? Он говорит о людях, которые были его современниками, которые, если у вас будет дома возможность почитать чуть выше в 12-м, в 12-й главе Евангелия от Матфея, которые, несмотря на все чудеса, на ясное свидетельство Божьей истины в служении Иисуса Христа, по-прежнему от истины Божьей отрекались и не принимали. И вот Иисус Христос говорит «так будет с этим злым родом». Злой род значит необращенный, не спасенный, неверующий. Иными словами, то, что здесь описывается в этих стихах, когда бес уходит, а потом возвращается с семью друзьями своими, это не описание человека возрожденного, имеющего опыта спасения, это не описание Божьего действия. Что-то другое здесь происходит. Кто же это делает? Незадолго перед этим, в 27 стихе 12 главы Евангелия от Матфея сказано «И если я силою Вильзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чею силою изгоняют, посему они будут вам судьями». В этой главе описывается два способа изгнания бесов. Божий, то, что делает Господь, когда он освобождает, там Дух Святой поселяется и дом не остается незанятым, и то, что делает Вильзевул, князь бесовский, это одно из имен сатаны, когда он согласно практике распространенной в то время, на какой-то период времени оставляет человека для того, чтобы создать видимость высвобождения беса, для того, чтобы создать иллюзию того, что теперь человек освободился от одержимости, потом, через время, вновь входит, но берет с собой семь злейших себя, потому что получается, что человек воспользовался чьей услугой? Дьявольской услугой, а мы с вами знаем уже, что всякий раз, когда человек пользуется дьявольской услугой, он за это должен заплатить, потому, сказано, будет ему еще хуже, чем было до того. Итак, здесь не описывается Божьи действия. Дьявол может ли бесам повелевать, как вы думаете? Конечно, он их глава, они его подчиненные, они могут по его повелению уйти на время и потом вернуться с тяжелейшими последствиями для человека. Потому очень важно помнить, что даже такое драматическое явление, как изгнание беса, может быть дьяволом подделано. Это может быть частью его стратегии маскировки, когда он во имя Иисуса Христа, через представителя своего, какого-то человека, может быть, даже видного служителя, повелевает бесу уйти, бес повинуется своему повелителю дьяволу, а потом через время снова возвращается и с человеком бывает еще хуже. Я думаю, что вы такие случаи тоже знали. Но, к сожалению, люди думают, что это Бог тогда их освободил, а просто через время вот они себя не уберегли и дьявол снова пришел. Нет, в 12 главе Евангелия от Матфея описывается не то, что Христос делал, а то, что современники Его, не имея силы Божьей, делали это дьявольское дело. Вот до какой изощренности доходит дьявольская маскировка. Идем дальше. Во втором послании Коринфянам в 11 главе в 4 стихе написано «Ибо если бы кто придя начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали или если бы вы получили иного духа, которого не получили или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому». Этот стих никак нельзя пропустить. Смотрите в него внимательно. О чем говорит апостол Павел здесь? О чем он предостерегает Коринфян? он говорит о том, что у них есть опасность получить иного духа. Не того, который они вначале в результате апостольской проповеди получили. Они какого духа получили? Божья духа, святого духа. А иной дух это бесовский дух. Есть только две категории духов, две категории ангелов, божьи и сатанинские. Есть дух святой, есть ангелы божьи, духи служебные, и есть дух зла, и есть духи зла. Апостол Павел предостерегает, что если бы это произошло, то он говорит, вы были бы очень снисходительны к тому, то есть вы бы с этим согласились, вы бы это приняли. Есть распространенное заблуждение среди христиан, что если у него, у верующего есть святой дух, то он никогда не примет духа зла. Библия говорит о том, что это, к сожалению, весьма вероятно. Давайте посмотрим, как этот же самый стих передается в современном переводе Кулакова. «Вы ведь почему-то охотно терпите, когда к вам приходит кто-то и проповедует другого Иисуса, не того, которого мы проповедовали, и с готовностью принимаете иного духа, духа, естественно, с маленькой буквы, какого не принимали, то есть раньше, или иную благую весть, какая вам не возвещалась. Этот перевод полностью соответствует оригиналу. В синодальном переводе, который мы перед этим прочли, используется сослагательное наклонение, то есть если бы это произошло, то тогда было бы то-то и то-то, а оригинал использует изъявительное наклонение, описательное наклонение, то есть это не предположение, а реальность. Апостолы предостерегают, что человек, однажды получивший Духа Святого, может, может, к сожалению, получить иного Духа, бесовского Духа, потому никто не застрахован, никто автоматически не освобожден от этой опасности. Приведем пример. Книга Деяния Апостолов, 2 глава, 1-4 стиха. При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушны вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Здесь описывается славное, чудесное явление в истории народа Божия, когда на праздник Шавуот, на праздник Пятидесятницы, во исполнении прообразов Торы, Дух Святой излился на Божий народ. И это привело к появлению чудесных способностей, которых раньше не было, к появлению и проявлению духовных даров. Однако, Священное Писание предостерегает нас в 13-й главе книги Откровения, в стихах 12-м и 13-м о следующем. «Он действует перед ним со ко всею властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми». Когда мы сравниваем эти два места Священного Писания, мы находим, что во второй главе книги «Деяния апостолов», описано, как «огонь сошел с неба, потому что Дух Святой излился на верующих». А в книге Откровения тот же самый процесс. Огонь с неба на землю низводится, но это уже делает злой дух. Это уже делает зверь. Это тот, кто является на земле помощником дьявола. Он творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю пред людьми. И дальше сказано «И чудесами» в следующем 14 стихе «И чудесами, которые Он творит пред зверем, Он обольщает живущих на земле». Итак, есть истинная Пятидесятница, истинное крещение Святым Духом, истинное излитие Святого Духа и истинные чудные сверхъестественные дары Духа Святого, но есть и ложные Пятидесятницы, есть и подлог, есть и ложные поддельные дары Святого Духа. И каждому из нас нужно обладать достаточным знанием Священного Писания и духовной интуицией, близостью к Всевышнему, для того, чтобы быть в состоянии различать, где истина, а где ложь, где реальность, а где подделка. Итак, вновь промежуточные выводы. Дьявол и бесы маскируются под Бога и добрых ангелов. Они могут пользоваться именем Бога и Иисуса Христа в своих целях, потому необходима большая осторожность в принятии духовной помощи и духовных даров от кого-то. нужно быть твердо уверенным в том, что вы получаете то, что желаете, что вы не пользуетесь одной из ловушек, которые дьявол во множестве расставил на нашей земле. Ну что ж, готовы ли вы к обнаружению источников проклятий, которые ясно изложены в Священном Писании? Источник номер один. Прямой контакт с бесами. Есть люди, которые сознательно обращаются к духам. Есть те, которые, зная, кому творят молитву, напрямую разговаривают с сатаной, общаются с ним и поступают по его воле. И первый такой пример на страницах Священного Писания описан в самом начале в третьей главе книги Бытие в первых шести стихах. И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знания, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Прямой контакт с бесами, прямой контакт с дьяволом, разговор с ним и поступки по его наущению, по его воле. Это первый источник проклятий. Второй это контакт через посредников, уже не напрямую, а через посредников. В книге Второзаконии в 18 главе в стихах с 9 по 13 содержится запретный список, кому нельзя из посредников обращаться. Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это. Из-за сии то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен пред Господом Богом твоим. Что означают все эти слова? Во-первых, прорицатель. Это древнееврейское слово кэсэм означает предсказатель, говорящий будущее. Далее гадатель, древнееврейское анан, означает наблюдатель облаков, который по форме облаков совершает гадание. Далее идет ворожей, в древнееврейском нахаш, означает змей, шептун. Есть специалисты, которые могут заговорить кровь, заговорить определенные заболевания, и они что-то шепчут, что-то шепчут, что производит оккультное действие. Чародей, это древнееврейское кишев, это слово означает колдовство, волшебство, магию, заклинания с использованием определенных ритуалов, оккультных действий. Обаятель, в оригинале хабар, означает вязатель узлов, это специалист по изготовлению амулетов, когда в определенной пропорции смешиваются травы, косточки, разные вещества, и затем в узелочке это подвешивается в нужном месте. Вызывающий духов это спиритизм, это тот, который становится медиумом, посредником между живущими в плоти и духами. Волшебник, это слово происходит от глагола знать, по-русски означает ведун, то есть знающий, ведающий, ясновидящий. Он по фотографии может сказать, где в этот момент находится человек и так далее. Вопрошающий мертвых это тоже тот, кто причислен к категории мерзости и что перед лицем Господа делать нельзя. Давайте выясним, почему же нельзя вопрошать мертвых. В книге «Экклесиаст» в 9 главе в 5 стихе на эту тему написано следующее. «Экклесиаст» 9 глава стих 5 «Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают». Во-вторых, в книге пророка Исаии в 8 главе прочитаем стихи 19 и 20. Исаии глава 8 стихи 19 и 20. «И когда скажут вам обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам и чревовещателям, тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых?» Как на этот вопрос многие отвечают? Спрашивают ли мертвых о живых? Ответ к сожалению, спрашивают. Многие спрашивают и многие верят, что мертвые знают больше, чем живые. Господь же говорит, спрашивают ли мертвых о живых? Это риторический вопрос в Божьей воле. Ответ на этот вопрос категорически отрицательный. И дальше сказанного в 20 стихе «обращайтесь к закону и откровению, к законам и пророку, к священному писанию. Если они не говорят, как это слово, нет в них света». Обращаться к вопрошающим мертвых нельзя, потому что это и есть контакт с дьяволом. Потому что на самом деле с вами общается вовсе не душа умершего, родного, или близкого, или далекого человека. В это время общение идет с одним из бесов. В это время общение идет с дьяволом. Итак, контакт через посредников – это второй источник проклятий. В книге Деяния Апостола в 16 главе в стихах 16 по 18 рассказывается об еще одной форме посредничества. «Случилось, что, когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим». Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря, «Сии человеки рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал Духу, «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И Дух вышел в тот же час». Посмотрим на природу этого явления. Сказано, «Она через прорицание доставляла доход». Слово прорицание – это греческое слово «мантеомай». Отсюда термин «мантика». Согласно философскому словарю, это искусство прорицания. Например, «хиромантия» – искусство чтения по руке. В греческом языке слово «рука» – это хейрос, соответственно, «мантика» – это прорицание, потому «хиромантия» – это прорицание по руке. Библия рассказывает о том, что это вовсе не безобидное времяпрепровождение. «Хиромантия» является формой волшебства. Это связь с бесами. это открывает дверь дьяволу. И вот интересный вопрос. Скажите, правду ли она говорила об апостоле Павле и прочих? Она говорила, «сии человеки возвещают нам истинный путь спасения». Она правду говорила? Вот смотрите, что происходит. Когда человек, делая вот такой открытый жест, отдавая себя, протягивает руку вот тому, который называется Palm Reader здесь у нас в Соединенных Штатах, то есть «хироманту». И тот начинает ему говорить, ага, значит, ты на земле прожил вот столько-то лет. Человек говорит, вот это да, вот это да. Она меня в первый раз видит, и она знает, сколько я прожил. У тебя два сына. И так далее. То есть этот хиромант, являясь дьявольским слугой, знает правду о человеке. И вот он все, что касается прошлого, все того, что уже состоялось, может рассказать, потому что, вы помните, от рождения каждому из нас приставлено по многу бесов. Информация о нас, каталог на нас, база данных на нас заведена самым предметным обширным способом, потому у дьявола и у бесов есть полная информация о прошлом. И вот смотрите, что происходит. Когда человек слышит правду о себе из прошлого, он начинает этой личности доверять. И потом, пользуясь этим доверием, этот хиромант прорекает дьявольское пророчество человеку о будущем, и коль скоро он уже ему верит, то человек теперь это принимает за чистую монету и начинает с верою этого события в жизни ожидать. И есть очень важный принцип «по вере вашей да будет вам». Чью волю мы принимаем, та воля в нашей жизни и исполняется. Если мы принимаем волю Божью, значит, Бог имеет право в нашей жизни действовать. Если мы волю дьявольскую или дьявольское пророчество принимаем в свою жизнь, значит, дьявол имеет право его в нашей жизни исполнить. И так и происходит. Пророчества хиромантов исполняются. Потому Священное Писание говорит о том, что это есть форма волшебства и предостерегает нас об этом. Как правило, у хиромантов есть материальная заинтересованность, как и у этой девушки. Сказано, она доставляла большой доход господам своим. Однако суть этого явления, природа этой способности какова? Она была одержима духом. Это оккультное действие. Если кто-то из вас этим занимался, значит, вы подписали с дьяволом договор. Третий источник проклятия через материальные объекты. В книге Второзакония в 7 главе в стихах 25 и 26 написано «Кумиры богов их сожгите огнем, не пожелай взять себе серебра или золота, которое на них, дабы это не было для тебя сетью, ибо это мерзость для Господа Бога твоего. И не вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть заклятию, как она. Отвращайся сего, и гнушайся сего, ибо это заклятое». Если в дом человека попадает целиком или частью какой-то оккультный предмет, заклятый предмет, то тогда вот это заклятие приносит бесам право действовать в жизни этого человека, его семьи и его дома. Библия говорит «не вноси мерзости, дабы не подпасть заклятию». И вот, к сожалению, у нас есть в священном писании примеры того, как люди решили действовать по-своему. Книга Иисуса Навина, 6 глава, 18 стих. «Но вы берегитесь заклятого, чтобы и самим не подвергнуться заклятию, если возьмете что-нибудь из заклятого, и чтобы на стан сынов Израилевых ненавести заклятие и не сделать ему беды». Вот Божье предостережение. А вот, что произошло. Книга Иисуса Навина, 7 глава, 5 стих. «Жители гайские убили из них до 36 человек и преследовали их от ворот до Севарим и разбили их на спуске с горы, отчего сердце народа растаяло, как вода». Когда заклятой была взята в стан, тогда народ не мог устоять перед своими врагами. Тогда пришла беда. В книге пророка Исаии в 30 главе в 22 стихе написано «Тогда вы будете считать скверною оклад идолов из серебра твоего и оклад из стуканов и золота твоего. Ты бросишь их как нечистоту, ты скажешь им «прочь отсюда». Обратите внимание, не только сам предмет, но и оклад, рамочка, в котором он находится, все, что имело физический контакт с оккультным предметом, все это является мерзостью, является нечистотой и дает право бесам действовать в жизни человека. И вот здесь коротко об одном феномене, который стал сейчас уже довольно распространенным среди тех, кто раньше жил в Советском Союзе. Раньше, чтобы кто-то выехал за железный занавес, дело было редкое. Истории этих людей обыкновенно собирали аудиторию. Как же там живется за морем, что происходит и так далее. А вот с определенных пор любой практически может поехать в Турцию, в Египет, куда угодно. И естественно, на память о замечательно проведенном времени человек, как правило, везет с собой сувениры. На языке местного населения или на древнем языке той или иной культуры он не разговаривает, читать не умеет, понятие не знает, что там на этих предметах, на этих сувенирах начертано и привозит в свой дом заклятые предметы, приносит мерзость. Например, из Египта маленькие изделия конусообразной формы, маленькие пирамидочки. Пирамида сама по себе может быть просто является геометрической конструкцией, но очень часто на пирамидах нанесен текст изображения языческих богов, то есть кого? бесов, оккультные знаки, иероглифические тексты, которые являются ничем иным, как призывом и правом беса действовать в этом доме. Куда бы вы ни поехали, помните, что все мы, то есть человечество, в прошлом язычники, и потому везде, во всяких культурах остались следы язычества, и нужно поэтому внимательно изучать, что вы берете, есть ли надписи, вот эта форма, откуда она взялась, в особенности, если вам предлагают что-то от сглаза повесить где-нибудь в доме, будьте осторожны, говорит священное написание, потому что если внесешь мерзость, тогда дом подпадет и все, кто в нем заклятию, проклятию. Это источники проклятий через материальные объекты. В книге пророка Иезкииля в 13 главе в стихе 18, 20 и 21 написано следующее. И скажи, так говорит Господь Бог, горе сшивающим чародейные мешочки под мышки и делающим покрывало для головы всякого роста, чтобы уловлять души. Неужели уловляя души народа моего вы спасете ваши души? Посему так говорит Господь Бог. Вот я на ваши чародейные мешочки, которыми вы там уловляете души, и вырву их из-под мышц ваших и пущу на свободу души, которые вы уловляете, чтобы прилетали к вам, и раздеру покрывало ваше, и избавлю народ мой от рук ваших, и не будут уже в ваших руках добычью, и узнаете, что я Господь. И так упоминаются некие чародейные мешочки. Это как раз разного рода амулеты. На счастье, от сглаза, для защиты. Они бывают разной формы, объема, материала, но суть всегда одна. Как будто бы на счастье, как будто бы для охраны. Библия называет подобные изделия чародейными и говорит о мешочках, которые налагаются на или под мышки. Слово мышки в древнееврейском подлиннике это слово ацил, означает суставы. Дословно в оригинале сказано суставы руки. Это может быть сустав пальца, предплечья, локтя, кисти и так далее. Довольно много людей, которые носят амулеты и этим самым дают право бесам действовать в их жизни. В книге пророка Иезекииля в 21 главе в 21 стихе еще ряд материальных объектов представлены. Потому что царь Вавилонский остановился на распутье при начале двух дорог для гадания. Сделаем паузу. Почему ему нужно гадание? Потому что он не знает какой дорогой идти. При начале двух дорог налево пойдешь, направо пойдешь. Как решить? И вот что он делает. Он остановился для гадания. Трясет стрелы, вопрошает Терафимов, рассматривает печень. Трясет стрелы для чего? Чтобы в зависимости от того, как они упадут, знать, в каком направлении идти. Вопрошает Терафимов. Терафим это маленькая статуэтка башка. Терафим это маленький идол. И дальше сказано рассматривает печень. Чью животного? Это распространенный в древности способ колдовства, когда по внешней форме внутренних органов животных, жертвенных, осуществлялось гадание. В Вавилоне древнем найдены изделия из глины, найдены макеты печени и других внутренних органов, животных, с нанесенными там значками и картами, как читать. То есть это способ гадания по внешней форме предмета. Сегодня это сохранилось в гадании на воске, когда воск капает и потом вот по получившейся фигуре делается предсказание. Это гадание на кофейной гуще в зависимости от того, какой рисуночек здесь получился и так далее. Все это есть колдовство. Все это источник проклятий. И еще один очень важный момент. Книга Деяний Апостолов, 19 глава, стихи 18-19. Многие же изуверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои, а из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли пред всеми и сложили цены их и оказалось их на пятьдесят тысяч драхм. Книга. Что в ней страшного? Подумаешь, это какой-то предмет, сделанной из древесины, вот такой вот очень хорошо обработанной, превращенной в бумагу и так далее. Книга. Проблема не в самой книге, а в ее содержании. Из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли. то есть, речь идет о носителях информации. С тех пор появилось много разных способов сохранения информации. Книги, разные книги, аудио- видеокассеты, фильмы, компакт-диски, DVD, компьютерные игры и так далее. В среднем доме вот на разных этих носителях информации в форме ли сказок, которые рассказывают о лешах, о бабе-гее и так далее, в форме ли фильмов про современных колдунов и целые сериалы о них, в форме ли компьютерных игр, где элементами дизайна, а часто и героями, действующими лицами, являются духовные существа, ангелы. Все это приносит проклятие в жизнь человека. И Священное Писание предостерегает, что лучше последовать примеру людей, которые описаны в 19-й главе книги Деони Апостолов, а именно жить все это. Четвертый источник проклятия это заклятая пища. В Первом Послании Коринфянам в 10-й главе в стихах с 18-го по 21-й написано «Те, которые едят жертвы, не участники или жертвенника? Что же я говорю, то ли, что идол есть что-нибудь или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет, но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами». И далее «Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую, не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской». Апостол Павел предостерегает, что поедая идоложертвенную пищу, поедая пищу, приготовленную или сервированную в честь какого-то оккультного духа, какого-то ангела зла и так далее, какого-то языческого божества, человек этим самым, поедая эту пищу, входит с этим бесом в общении. И потому есть прямой запрет в апостольских постановлениях. В книге «Деяния апостолов», в 15 главе, стихе 28 и 29. «Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени и более, кроме сего необходимого, воздерживаться от идоложертвенного, то есть принесенного в честь идолов и крови, и удавленены, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите, соблюдая сие, хорошо сделаете, будьте здравы». В современном мире некоторые представители восточных религий готовят довольно вкусные сладости и продают их для широкого использования. И немногие знают, что часто во время изготовления этих сладостей поются специальные мантры, специальные заклинания. И человек, который употребляет посвященную идолам, бесам, пищу, открывает таким образом сам, не зная того, для бесов дверь в свою жизнь. Пятый источник проклятий – астрология. Книга о пророке Исаии, 47 глава, стихи 9, из 12 по 14. «Но внезапно в один день придет к тебе и то, и другое, потеря детей и вдовство. В полной мере придут они на тебя, несмотря на множество чародейств твоих и на великую силу волшебств твоих». Сделаем паузу. Библия не относится к волшебству как к какой-то выдумке, как к какому-то шарлатанству, как к какому-то фокусу. Вы заметили, что о силе волшебств сказано? Какова она? Великая сила волшебств твоих. Мы знаем с вами уже, что ангелы это весьма могущественные существа. Итак, речь идет о волшебстве, которое имеет силу. Какова же форма этого волшебства? Читаем далее из 12 стиха. «Оставайся же с твоими волшебствами и со множеством чародейств твоих, которыми ты занималась от юности твоей. Может быть, пособишь себе, может быть, устоишь. Ты утомлена множеством советов твоих. Пусть же выступят наблюдатели небес и звездочеты и предвещатели по новолуниям и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе. Вот они, как солома, огонь сожег их, не избавили души своей от пламени, не осталось угля, чтобы погреться, ни огня, чтобы посидеть перед ними. Одной из форм волшебства является астрология. Вера в то, что соотношение и сочетание небесных тел влияет на судьбу человека и предопределяет ее. Это дьявольская ложь, и он многих в ней убедил. Даже в современном веке люди, которые почитают себя атеистами, многие регулярно читают гороскопы. И когда задаешь вопрос «А почему?», они говорят «Потому что все совпадает». А как же не совпасть, если человек принимает в свою жизнь дьявольское пророчество, дьявольскую волю? Естественно исполнится, потому что человек дал дьяволу власть в его жизни действовать. В этом великая сила волшебств. Многие люди, которые считают себя образованными, просвещенными, не верят в какие-то сверхъестественные явления, тем не менее, нет-нет, да и прочитают гороскоп, нет-нет, да и отменят важную сделку в неблагоприятный для Тельца день. Или вот такая фраза известная, мне очень понравилась в одной из книг, «Я не верю во всю эту астрологическую чепуху. Мы, девы, не такие уж и суеверные». То есть, даже если человек говорит о том, что он этому не верит, он все-таки знает, что он дева, а не лев, например, и так далее, и все равно подспудно он обращает на это внимание. Еще один источник проклятий – это приметы и суеверия. В книге пророка Сафонии в первой главе в стихах восьмом и девятом написано «И будет в день жертвы Господней. Я посещу князей и сыновей царя и всех одевающихся в одежду иноплеменников», то есть, тех, кто перенимает языческие иноплеменные обычаи. «Посещу в тот день всех, которые перепрыгивают через порог, которые дом Господа своего наполняют насилием и обманом». Приходилось ли вам видеть людей, которые перепрыгивают через порог? Никогда не было, да? Но давайте прочитаем, почему они переступают, перепрыгивают через порог. Первая книга царств, пятая глава, первые пять стихов. «Филистимляне же взяли ковчег Божий и принесли его из Авенезера в Азот и взяли филистимляне ковчег Божий и внесли его в храм Дагона и поставили его подле Дагона и встали Азотяне рано на другой день и вот Дагон лежит лицом своим к земле пред ковчегом Господним и взяли они Дагона и опять поставили его на свое место и встали они поутру на следующий день и вот Дагон лежит ниц на земле пред ковчегом Господним голова Дагонова и обе руки его лежали отсеченные каждая особа, на пороге осталось только туловище догона. Посему жрецы догоновы и все приходящие в капище догонов азот не ступают на порог догонов до сего дня». Когда человек протягивает вам руку, а потом обнаруживает, что вы через порог, и он ее забирает назад, вы знаете, что он в этот момент осуществляет. Что? В этот момент он следует закону, который установлен языческими жрецами. Он, соответственно, принимает в свою жизнь волю дьявольскую, волю бесовскую. Приметы и суеверия – это то, что необъяснимо по физическим, естественным законам, но тем не менее происходит. Вот, например, соль рассыпалась, что будет? Ну, конечно. А почему через человека переступать нельзя? А почему на углу нельзя сидеть, на углу стола? А почему после черной кошки нужно менять маршрут передвижения? И так далее, и так далее. Это что, физика, химия, наука? Нет. Это суеверие. Но за ними стоит реальная сила. И они исполняются, потому что бесы удостоверяются в том, чтобы это исполнялось. И человек становится рабом суеверий. И это до страшного доходит. Этих суеверий такое великое множество, что человек постоянно в страхе находится, чтобы не сделать что-нибудь такое, что не навлекло бы на него какую-то беду. И этим самым он живет по своему выбору, по воле дьявольской. Вот что пишет один человек, вспоминая свое детство. «Однажды я, набрав воду в колонке, возвращался домой. Мне повстречалась соседка. Мы поздоровались и разошлись. На следующий день я встретил ее опять. Она начала меня благодарить за то, что я ей вчера принес счастье. Сначала я ничего не понял, но потом она объяснила, что существует такая примета. «Если встретишь кого-то с полными ведрами, то это к счастью». Я попытался узнать, какая может быть связь между моими ведрами и ее счастьем, но она ничего вразумительного ответить не смогла. А совсем недавно дальше, продолжает он, «Я ночевал в одной гостинице, где у меня была комната номер 14. Я пошел по коридору, считая номера. Десять, одиннадцать, двенадцать. Потом я, естественно, ожидал увидеть тринадцать. Но там был четырнадцать сразу. На следующий день я поинтересовался у владельца гостиницы, где же находится тринадцатый номер. Мне ответили, «Его у нас нет, потому что в нем никто не хочет останавливаться. В некоторых высотных зданиях, более того, отсутствует тринадцатый этаж. То есть после двенадцатого сразу же идет четырнадцатый. Существует очень много подобных примет и суеверий. И всякий, кто живет по ним, живет по воле дьявольской и открывает двери для проклятия». И, наконец, последний, седьмой источник проклятия. Это родовое проклятие. В книге Второзакония в двадцать восьмой главе в стихах сорок пятом, сорок шестом и пятьдесят девятом написано, «И придут на тебя все проклятия сии, и будут преследовать тебя и постигнуть тебя. Они будут знаменем и указанием на тебе и на семени твоем. Поразит тебя и потомство твое необычайными язвами, язвами великими и постоянными, и болезнями злыми и постоянными». Проклятие, когда приходит, оно задевает не только самого человека, но и его детей, его внуков, его потомков. Далее, в книге Левит в двадцать шестой главе, в стихах с тридцать шестого по тридцать девятый об этом сказано так. «Оставшимся из вас пошлю в сердца робость от вас земля врагов ваших, а оставшиеся из вас ищахнут». Теперь прошу внимания. «За свои беззакония в земле врагов ваших и за беззакония отцов своих ищахнут». К сожалению, все коварство дьявола заключается в том, что не только человека, который совершил грех мерзости, он заставляет в свое время платить, но и потомков его также проклятие передается по наследству. Вот что пишет известный специалист по оккультному, автор Курт Хазель в книге «В плену суеверия» на странице седьмой. «Если сатана оказывает помощь посредством суеверия, оккультизма и спиритизма, нам придется заплатить за это высокую цену. Мы вынуждены страдать от этого угнетения. Сатана хочет уничтожить нас». Последствия таких грехов могут сказываться на нас вплоть до четвертого поколения. Тот, кто сознательно или неосознанно совершает их, и у кого этим грешили предки. Вплоть до четвертого поколения. Соответствует ли это высказывание Священному Писанию? Давайте посмотрим на вторую заповедь Закона Божия. Книга Исход, 20 глава, стихи 4 и 5. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я, Господь Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня». Давайте посмотрим на это утверждение повнимательнее. Скажите, не появляется ли вопроса о Божьем правосудии, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода? Разве это справедливо? Давайте посмотрим, каково Божье правосудие. В той же Торе, в том же Петернижье Моисеевом, сказано в книге «Второзаконие», в 24 главе, в 16 стихе. «Отцы не должны быть наказываемы смертью за детей, и дети не должны быть наказываемы смертью за отцов. Каждый должен быть наказываем смертью за свое преступление». Итак, дети не несут ответственности за грех отцов. Вот божественное мерило правосудие. Об этом же в книге пророка Иезекииля, в 18 главе, в 20 стихе. «Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем и остается, и беззаконие беззаконного при нем и остается». И так ясно сказано, правда? То есть, когда Бог действует, Он не переносит вину отца на сына. Бог не наказывает до третьего и четвертого рода. Он об этом прямо сказал. Почему же в синодальном переводе сказано «наказывающий детей за вину отцов»? Давайте проверим перевод. В древнееврейском, в оригинале, «наказывающий» – это глагол «пакад». Вот его словарные значения. Обращать внимание, наблюдать, посещать, назначать. Нету значения наказывать. В книге пророка Иеремии, в 29 главе, в 10 стихе, прочитаем пример использования этого глагола. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Я прочитал 11 стих, а перед этим 10. «Ибо так говорит Господь, когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие. Где здесь наши покад? Я посещу вас». И это посещение, напротив, принесет избавление и радость и так далее ни в одном словаре. Какие бы вы ни взяли, которые предлагают древнееврейские слова и их значение, перевод на разные языки, вы не найдете значение «наказывать». Это, к сожалению, серьезнейшее искажение текста Священного Писания. Более того, глагол «покад» используется в этом месте во второй заповеди Закона Божия в форме Кааль, которая дает ему дополнительные оттенки, а именно обращать внимание, наблюдать с заботой и особым интересом. Бог не наказывает за вину отцов. Он, наоборот, с вниманием, с заботой, с особым интересом смотрит на вот эти поколения тех людей, которые несут на себе проклятие, но это не он делает. Кто же делает? О чем же идет речь? Какова природа этого явления? Нам нужно с вами посмотреть на все места в Священном Писании, где упоминаются вот эти три-четыре поколения. Вы можете зафиксировать это, если желаете, в ваших конспектах после проповеди все эти стихи тоже есть. В первый раз мы встречаемся с этим в 15 главе книги Бытие, когда Господь говорит Аврааму «В четвертом роде твои потомки возвратятся сюда, ибо мера беззаконий амареев еще не наполнилась». То есть в первый раз, когда это понятие четвертое поколение встречается, оно подается в контексте описаний язычников и их беззаконий. Во второй раз в 20 главе книги «Исход», о чем вторая заповедь «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, на земле, внизу, водя ниже земли, не служи им, не поклоняйся им», что описывается вновь язычество и долопоклонство. И в третий раз в книге «Исход» в 34 главе в стихах 6-7 и с 11 по 17 тоже говорится о третьем и четвертом поколении и там тоже говорится об долопоклонстве. И заповедь есть «Уничтожь, разрушь статуи идолов, уничтожь все языческие атрибуты, уничтожь». И в четвертый раз в книге «Исход», когда это понятие встречается, оно является напоминанием того, что Господь сказал в 34 главе книги «Исход». То есть везде, где говорится о третьем и четвертом поколении, говорится о язычестве. То есть это не просто так вот в отрыве от чего-либо. Говорится о том, что последствия продолжаются до четвертого рода, а именно последствия, подчеркнем еще раз, чего? Язычества, оккультизма, дьявольщины, всего, что связано с поклонением и атрибутами дьявола. Проклятие, потому это не Божье наказание, а следствие греха. Бог предостерегает нас о праве бесов приносить проклятие до третьего-четвертого рода за контакт с оккультными явлениями. Он наблюдает, он свидетельствует, он посещает, он обращает особое внимание, он не наказывает. Это дьявольское дело. И вот два примера. Евангелие от Матфея, 15 глава, стихи 21, 22, 28. И выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина-хананьянка, выйдя из тех мест, кричала ему, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя, жестоко беснуется!» Тогда Иисус сказал ей в ответ, «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе пожелание твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Итак, мать просит за свою дочь. И мы не знаем, каков возраст этой дочери, но видно, что дети одержимы. А следующий пример еще страшнее. Девятая глава Евангелия от Марка, стихи из 20 по 22. «И перевели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его. Он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его, как давно это сделало с ним? Он сказал, с детства. И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам». Оказывается, дети могут быть одержимы буквально с рождения, с самых первых мгновений своей жизни. Потому что проклятие передается до третьего, четвертого поколения. Если был какой-то грех мерзости, если был какой-то источник проклятия в предыдущих родах. Итак, что же это для нас означает на практике касательно родовых проклятий? Какое количество предков содержится в четырех поколениях назад? Здесь важно помнить, что вот есть человек, совершивший грех, и потом его дети – это первое поколение, и далее отчитываются четыре. То есть, если вместе с ним считать, то будет сколько? Пять поколений будет, а четыре – это четыре поколения последствий. Так вот, количество предков. Двое родителей, четверо бабушек и дедушек, восемь прадедушек и прабабушек, и шестнадцать прапрабабушек и прапрадедушек. Получается тридцать человек. Согласно этому духовному закону, тридцать человек из нашего прошлого могут быть причиной проклятия на нас. Тридцать человек. И вот теперь вопрос. Знаете ли вы свое прошлое на протяжении четырех поколений? Знаете ли вы, чем бабушка или прабабушка или прапрабабушка занималась? Это показывает, что потенциально каждый из нас может находиться в категории риска. Итак, сегодня мы выяснили, что на основании Священного Писания, которое раскрывает оккультные источники проклятия, если в вашей жизни было что-либо из упомянутого, что-либо из оккультных причин проклятий, значит, вы в группе риска. Потому я призываю вас, начиная с сегодняшнего вечера, сколь бы мало его не осталось сегодня, начните вспоминать свою жизнь, во-первых, составлять список вот всех этих действий, которые вы по неразумию, по слабости, по неведению делали. Просите Бога напомнить вам, я знаю по опыту, что даже во время слушания этой проповеди вы такое вспомнили, о чем бы уже десятилетия не вспоминали. Просите у Бога напомнить вам, и Он обязательно напомнит, потому что Он желает, чтобы вы это вспомнили, чтобы от этого освободиться. Далее, позже, мы поговорим о том, что с этим списком делать дальше. Заведите список, где вы начнете перечислять, анализируя свою жизнь, было ли что-либо из подобного. Знаете ли вы что-либо о своих родителях, о предках, насколько вы их знаете, и все это запишите. Но заканчиваем мы, как всегда, благословением. Потому что вот эта вся мрачная информация, которую мы изучаем, она нам нужна только для того, чтобы, оставив проклятие позади, выйти на территорию Божьих благословений, и у Бога благословений множество. Вот что сказано в книге Числов 6 главе стихах 2, 4 по 26. Это благословение, которое Всевышний повелел произносить, чтобы благословлять Ему народ. И я хочу благословить вас сегодня. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да презрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо Своё на Тебя и даст Тебе мир. Аминь. Что вы думаете о прозвучавшем Слове Божьем? Каков ваш отклик? Как всегда на экране главные тезисы, которые отражают главное положение истины Божьей, которую мы исследовали сегодня. Я приглашаю вас, если это соответствует вашему убеждению, поднявшись, произнести эти слова пред Господом вслух. Я понимаю, что дьявол создал на земле замаскированные формы духовных явлений, чтобы приносить проклятие. Я благодарю Бога за то, что в Библии Он милостиво предупреждает меня об источниках проклятий. Я даю обещание Богу молитвенно исследовать свою жизнь в поисках оккультных источников проклятий. Я желаю посетить последующие вечера программы, чтобы обрести свободу от проклятий. Аминь. Господи всемогущий, я благодарю Тебя за еще один вечер, за то, что, несмотря на сложность темы и поздний час, Ты дал нам, Господь, увидеть истину по вопросу оккультных источников проклятий. Благодарю, Господь, за всех, кто был сегодня здесь. Прошу, Господи, благослови всех обильно, защити от дьявольских атак. Пошли ангелов своих хранителей, пошли благословение Твое, Господь. Благослови составление списка оккультных причин проклятий в жизни. Напомни, Господи, все, что было сокрыто уже пеленой прошлого. Дай, Господь, вскрыв все это, освободиться от проклятий всем присутствующим здесь. Во имя Твое, Святой, просим. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok, шутерпnell, ference, iete.